Футбольный клуб Всем доброго времени суток, меня все так же зовут Герман Альклассико, 8 лет вы смотрите ролики на моем ютуб канале Ребят, всем привет, сегодня мы... Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Герман команды Альклассико Я прошел большой путь от просто блогера до фифера, до футбольного блогера, до президента Амкала, до создателя каких-то там турниров И сегодня мы играем в Кубки России Сегодня этот ролик мы покажем вам через меня и через капитана Амкала, который так же как и я прошел весь путь от начала и до конца Во-первых, я безусловно горд и рад, что нас официально пригласили участвовать в Кубке России Я прекрасно осознаю, насколько это невероятное событие в масштабах медийного футбола, потому что по факту это официальное признание Официальное признание от РФС, официальное признание того, что мы можем играть на уровне профессионалов, официальное признание от Матч ТВ Потому что до этого обычно там наши команды показывали по Матч ТВ, но выбирали либо Ютуб, либо какие-то платные истории, там Матч Премьер А сейчас это федеральный канал Но с другой стороны, я пытаюсь оставаться реалистом, я понимаю, что одна 256-я это самый низ профессионального футбола Вы кто такие? Я вас не звал, идите! Я снимаю теперь вашу жизнь, 24 часа Это баба Чья? Как минимум у нее сиськи есть, поэтому это точно получается моя Что же в глазах он этих рыщит? Горечь красивой, разбитой любви Влюбленный волк, мужа не хищника, это игра по законам моим Сейчас пользуясь случаем, я могу что-нибудь плохое про меня сказать Да, зачем ты чай вчера провел на компьютере? Я его сегодня отмывала А для чего это еще нужно? Что это, базука? Что ты сексист? Так и работает, процесс Мне нравится вот так вот собирать вещички, что ты так точно ничего не забудешь Плюс, ну можно фоточку сделать, знаешь, не так смотришь, только как сию Ооо, мятанские вот и все Фоточки Наверное, снимаешь, а ты мят снимаешь Это нельзя на кубок Сейчас-то можно Сейчас-то буду в этом разминаться Специально, да? Пари в сердечном Самое главное, что должен вспомнить каждый болельщик Камкало Это то, что нас поддерживает наш легальный партнер Пари Огромный выбор спортивных событий И не забывайте, что каждого новичка ждет фрибет на тысячу рублей Пари поддерживает не только профессиональный футбол А там есть и Нижний Новгород, и еще другие команды И пляжный Спартак, и Шинник Поддерживает медийный футбол Амкал Ну и, конечно же, сейчас идет кубок фиферов, где тоже Пари на первой роли Так что наш легальный партнер подтвержден большим количеством человек Где что искать, вы прекрасно знаете Какой ты матч играешь, Литыч? Я рассказал Центавр Герас не считается Получается сотый Да, вот так вот теперь работает, да? Да Подстраиваем факт Огоняем как надо Получается тогда у меня какой? Сто Третий Сто третий Сто третий Вот эти матчи получают скорее Я реально готов был отдать свое место в заявке Это сто процентов И я несколько раз предлагал об этом не только там капитану, но и тренерскому штабу Я говорил, что если нужно кого-то запихнуть в заявку, пожалуйста, запихивайте Не важно там медийного или наоборот более профессионального Потому что когда-то очень давно, лет десять назад, играя на КФК Я уже играл на Кубок России Как раз там одна двести пятьдесят шестая примерно и была Тренерский штаб решил играть в два нападающих Соответственно, Витя Блатов и Леха Гасилин выходят сразу в основе Есть чушь на скамейке, которая готовится выйти вторым нападающим Третьего столба в нашей команде нет И если потребуется замена, Иваныч сказал, что он на меня рассчитывает как на игрока на поле Хочет, чтобы, если что, остаток времени, когда наши форварды устанут Я вышел играть на нападение нападающих Мы приехали в офис Пойдемте, покажу вам, как живет и монтирует Фикус и с ним вместе Шмидт Там сейчас все в коробках, потому что очень много экипировки Мы не успеваем делать с той периодичностью, которая от нас требует Чтобы участвовать в Кубке России, нужно соответствовать регламенту, в том числе и РПЛ Поэтому нельзя каких-то дополнительных символов с номерами Нельзя никнеймы, нужны фамилии И обязательно на русском языке даже шорты приходится переделывать Потому что у нас они сзади номер, а спереди логотип А по регламенту, ну, нельзя, короче, в России Как так уйти? Нет, оставим Просто кумку понести Первый? Вот, где я был большой футбол Это первый? Нет Я в 14 лет первый раз по мячу ударил Я, бля, не наигрался, для меня мяч это Вау Вообще я, особенно перед матчем, все время, знаешь, уже потянулся Чтобы себя чувствовать уже на игре отлично Прям дома? Ну да, желательно дома Вообще чуть не уснул В этом и суть есть Короче, вроде бы занимаюсь херней, так кажется, со стороны На самом деле очень полезно Хорошую растяжку иметь топ Потому что она предотвращает от травм Я давно об этом узнал Поэтому все время тянусь И успеем 100 матчей беззаметно Даже не просто так Потому что я слежу за ножкой Я не знаю, пока все карты еще нам не раскрыты Но, судя по колоде Нас так не рады видеть на этом матче Нам столько вставляли палок в колеса Столько всякой фигни Бумажек бюрократии И в частности от клуба нашего соперника Даже я удивлен То есть настолько они себя гадко ведут И мне кажется, в том числе За это нужно сегодня говорить И бороться с этим по-футбольному Как сказать? Ну это отличный опыт И пример для следующих команд Как себя вести не надо Ну я считаю, это позорно очень И мне кажется, этот ролик Как раз будет таким хорошим уроком Для других клубов Уважение все равно Я думаю, мы заслуживаем Несмотря на наш статус Да, блогеры, любители, футболисты Все равно мы выходим играть на равных В первую очередь в футбол Было очень сложно Потому что все эти организационные процессы Которые нужно было разрулить буквально за 1-2 дня После того, как мы узнали нашего соперника После того, как нам зафиналили время и дату проведения матча Нам нужно было то, что обычно согласовывается за 30-40 дней Согласовать за 2-3 дня И потому что и так было сложно подготовить стадион Службу безопасности и прочее, прочее, прочее Еще достаточно сильно нас мучили представители Зоркова А именно Леша, который по совместительству Является капитаном арта Как я понял, он является там одним из директоров И отвечал за связь нашей команды Я переключил его на Егора, на нашего админа Который занимался организацией матча И там, конечно, много-много-много всяких запросов было Начиная от, не знаю, тренировочного поля Нужна натуралка, срочно, там завтра игра Мы такие, а что мы должны предоставлять поле На что говорят, что да, по регламенту положено Мы окей, ищем поле, оплачиваем его Скидываем время и адрес, где это поле доступно Чтобы команда могла потренироваться, раз по регламенту так возможно И потом бац, выясняется, что команда Красногорской Зорки Просто не приезжает, потому что она такая, да мы у себя потренируемся Ну, естественно, там эти деньги сгорают А потом там огромный-огромный райдерс Там много чего, ну, там, раздевалку Ну, мы как бы и так всегда стараемся поляну накрывать по возможности Но тут как бы много-много всего Там количество мячей, количество воды, сливок В общем, все как в премьер-лиге Позже я уже узнал у ребят, которые играют во второй лиге, что обычно этим ничем не занимаются Ну, ладно Далее была история там с дополнительно открытой випкой Потому что позвонили, сказали, что вот нам нужна срочная випка Или нужно дополнительно там Короче, оплачивайте это И заставляйте нам Потому что перед вами это положено Пока наш администратор пытался разводить эту випку и арендовать Успели накатать там жалобу Ну, такую жалобу-просьбу в РФС о том, что надо випку нам Перед вами это положено Пока он не предоставляет То же самое написали блужники То же самое написали нам В общем, ну, естественно, эту випку мы предоставили по итогу Потом на совещании, когда, ну, зная, что Вся эта история была очень сложная На совещании, когда наш админ Вместе с делегацией там из РФС С судьями и вот с представителями Зоркова Я так понимаю, что это Леша тоже был Он тоже там вкидывали какие-то подъебки Типа, ну, организация, мол, не очень, конечно Ну, так себе И с таким посылом, что типа, ну, если что штрафуйте их Это АМКА, у них денег до хуя Вот, поэтому, конечно же, после того, как Я услышал еще и фразы потом о том Что, ой, эти блогеры ебаные и так далее Я сгорел окончательно И единственное, что я сказал своим игрокам перед началом матча Это то, что, чуваки, я просто вас прошу Нас так мучили, нас так заебали Так затюкали, так задергали Что, пожалуйста, просто выйдите и накажите их по футбольному Потому что ребята чувствуют себя в Баварии Вот, либо чем-то подобным Хотя, я повторю, что это всего лишь одна 256-я финала И это очень далеко от большого футбола Надеюсь, что в матче Чертанова Тудрос такого не будет Хотелось бы, чтобы Чертанову они проявили уважение И как к равным, наверное, относились Слушай, ну, хотел удачи пожелать Сегодня мы со всеми пацанами будем за вас болеть Давайте ебажьте прям за весь медийный футбол Надо, братан, надо показывать Надо показывать, что мы чего-то строим, чего-то можем Поэтому, бля, все получится с настроем, пацаны, давайте Нужно, нужно собирать сегодня вы сможете Я переслал это сообщение в чатах Там ребята тоже зарядились Так что очень приятно Как мы и говорили ранее Тудрос сегодня, 16 августа, болеет за Амкал А 17 августа Амкал болеет за Тудрос 20-го будет Амкал Мне кажется, что для всех зрителей и болельщиков, к счастью Мы будем устраивать просто мясо на пол То есть тут уже не может быть другого Получается очередная глава Пишем снова историю вместе с нашими зрителями Как-то вот так вот, не спеша добираемся, покоряем новые высоты Вообще перед всеми инками, кстати, особенно перед такими какими-то важными, наверное, да Ключевыми Мне нужно, ну, 15 хотя бы, перезагрузиться где-нибудь с кофейком Подальше от женщин, от дел Сейчас бы я съел, наверное, один бы и просто бы Думал бы, наверное, ну, вспоминал какие-то моменты из прошлого Что маленько тебе помогает стряхнуться Ну, мы сейчас постановую сделаем, я пойду Вспоминаешь родителей У меня в живых, кстати, нет ни отца, ни матери Но они давно уже как бы ушли из жизни И, наверное, было бы, я как-то всегда думаю, что приятно им узнать, чем сын сейчас занимается Наверное, они порадовались бы за меня, я думаю Отец у меня был знатный рофлер Вот Ему было бы прикольно сказать Бать, вот смотри, сколько людей А ты рофлил А мама в меня верила всегда очень сильно И это помогало Особенно в начале Когда я пиздяком пришел в футбольную школу, меня не взяли Папа футбол не любил, но он был спортсмен У них было по три высших образования, они были образованные люди Среди образований были еще физкультурные То есть они к спорту меня приобщали с детства, но это был далеко не футбол Очень поздно я начал играть Ну, реально, в 14 лет, я вот помню, первый раз вышел во двор поиграть с пацанами И так вот затянуло Да, в тебя верят всегда проще играть Поэтому я в сегодняшних наших пацанов, кто у нас в команде, очень сильно верю Поэтому сегодня мы сможем сделать, я думаю, чудо Помимо себя надо еще вот это все Здорова Привет Как ты? Дормально все, как у тебя дела? Ничего Супер Вот это куда? Судим, видимо Ну покажи Бананы, судим, судим Вес Подачи? Да Вес Шуба Только разложи там все аккуратно Это наше? Ну да, походу невероятно, конечно Так, давай куда-нибудь первую забьем Да, это дебют формы Потому что нам надо было переделать, чтобы она Ну мы вроде придумали, нам надо дальше выйти, тогда мы сделаем Больше добавим Деб, ты чувствуешь себя профессиональным организатором? Я чувствую себя профессиональным престоше, блядь Достаточно профессиональным Блин, кубок фиферов полчаса назад был, еще какой-то кубок России Что я тут забыл, я вообще не понимаю, на кубке фиферов я неплох, а тут проверим Вот этот человек единственный, который, вот все говорят, там, Шурыгин дохуя сыграл в Кубке России и так далее Человек, с какой фифер ты в Кубке России играет? Бля, так-то и сколько я выиграл еще По факту, да, Ленов в заявке Но это, по-моему, ну просто путь от фифера до профессионального футболиста Легко, легко, что-то я могу сказать Профессиональным футболистам будет круто О таком мечтали с самого детства, и вот, достигли, все не просто так Слушайте, на трансфер-маркете есть я, все уже Под старость лета, профессионал, что тебе скажут, хейлеры Футбол-менеджеры, будешь играть здесь? Ну, по-любому, если в базе будет, я не знаю, какое оно будет в следующей части Но по-любому, если в базу добавят амкаловских ребят, я что-то с этим контент точно буду делать Да не только амкаловских, тут дротс тоже Но это, по-любому, это, во-первых, дополнительный хайп-фему Как одному из моих основных контентов, и мне интересно будет, это прикольно Не знаю, правда, куда нас там закинут, где мы будем играть, но это любопытно Я снимаю Я влогер, ёбанарод Ну что, буквально два часа до тотального разъеба Переживаю за тот момент, что футболисты, против которых мы сегодня играем В какой-то момент, если они почувствуют, что они могут уступить нам, начнут просто ебашить по ногам нашим футболистам Мне они нужны живые и здоровые, потому что им двадцатого числа играть за выход из группы на киселепр По составу в заднем моменте оборотах три центральных защитника Эрик Толмасян, Шурыгин Илья, Олег Дрожук, Андрей Севскана, Вася Маврин и Миша Прокоп Справа Серёга Теряков, слева Сеня Левшук И впереди два наших супер-форварда Витя Блатов и Лёша Гасилин Убойный футбол смотрели? Спасибо Не волнуйтесь, я автомеханик Ой, это я машину чинил Форма, кстати, отсылка к самому первому матчу, когда была красная На самом деле больше не было просто назвать формы Ошиблись с заявкой У Кузи тридцать второй номер, мы написали пятнадцатый Его в этот матч не пускают Но мы быстро выкарабкиваемся Уже печатаются в пятнадцатый номер формы И привезут ко второму тайме Как я не понял, сейчас стартовый состав Семь ютуб-каналов из одиннадцати Сильно? Причем регулярных ютуб-каналов, не свежесозданных Семь из одиннадцати Самая важная цифра, знаешь какая? Что это первый матч на столь ранней стадии, который показывается на федеральном теле Мы сегодня это обсуждали в чате Такого не было никогда Да, да Часто спрашивают, как готовлю речь Кто пишет в ночь в таком духе Но вообще, на самом деле Вообще не готовлюсь Потому что перед каждой игрой чаще всего появляется какой-то Интересный момент, зацепка За что можно взяться Но сегодняшняя игра тоже не исключение Я думаю, сейчас что-нибудь приедем И там какая-нибудь ситуация Нестандартная Но так в целом я вот сейчас вот подумал, что Точнее не сейчас, а вчера еще весь день думал Вчера мы совещались Заявка же маленькая на игру Вот, и многие ребята не попадают И очень за них обидно Потому что многие из тех, кто даже не попал Они сделали очень многое для того, чтобы этот матч состоялся в том числе Поэтому Я не знаю, о чем я буду говорить Но об этом бы хотелось бы понять точно Мы не просто команда, да, мы пишем историю Все знают, но я бы хотел, чтобы мы Забывали о ребятах, которые, во-первых Начинали давно еще, сейчас не в команде Но они сделали пиздец как много, чтобы мы здесь стояли Чтобы нас смотрели Онлайн сейчас бешеный, они сделали дохуя Те, кто сегодня даже в заявку не попал Тоже сделали очень многое, блять Нам нужно так выйти сегодня, блять, чтобы они гордились с нами Каждой секундой, парни, это очень важно Потому что, блять, каждая глава это, блять, да, это хорошо, весело Но, блять, мы выходим здесь не только за себя, блять У нас большая армия болельщиков, они с нами Многие, кто с первого дня Они помнят все наши взлеты и падения Мы должны это ценить Это невероятный кайф, мужики Там командежка, да, они там что-то там навкидывали, наговорили, блять Нас это вообще не ебет, блять Мы делаем свое дело, делаем с удовольствием И самое главное, пацаны, блять, мы же, блять Кайфарики, мы сейчас выйдем, блять, с улыбочкой Улыбнитесь, блять, плечики расправьте, блять Делать историю красиво надо Мамкау! 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 Все, я не ожидал Я думал, здесь нагрузки не такие Но здесь я хочу сказать Нагрузки бывают серьезнее, чем в некоторых командах второй лиги Так что привыкаем Как через это вот победы добываться тяжелый труд Так что я думаю, в целом все хорошо Сейчас дальше только лучше будет Изначально была такая мечта, на самом деле Когда узнал о кубке То, что можно еще раз вернуться на профессиональном уровне Доказать всем, тем, кто у меня не верил Что я могу играть на профессиональном уровне Бывает неплохо В принципе, это ощущал свою мечту У кого мурашек нету? Он гей! Похуй! У кого мурашек нету? Показывай! Гей! Это было слабее, чем обычно Я не помню такого слабого реально В начале года Селебрити должен играть в этом турнире, что подобного нет Но и пришлось таким образом немножко подстроить Маменко ошибается, но страхуют его партнеры Да, что ты делаешь Конечно, ненормально Я просто принял, хотел спокойненько начать Типа не сразу убивать посмотреть Адрес Меня быстро накрыли Ну, собственно, в этом прикол Потому что вторая лига, у них другие скорости Немножко меньше было времени подумать В принципе, вообще честно Вот, блин, хочется, чтобы вы понимали Что вообще никак это не влияет на меня Вот то, что там чуть не накрыли, чуть не привез Ничего страшного Облагают разные команды тоже контракты Но он пока отказывается ради Амкала Подача от Прокопсика Ой, блин! Какие большие ошибки, да? 98-й Илья Шурыгин И 99-й Арсений Левшук Пас направо Это Прокоп выполняет передачу Мягкая подача Гасилин бьет поворотом Перекладина БЛЯАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Газ пил с затылком. С затылком ударил. С затылком вот сюда. Что это подача? Я главный тренер. А что так все серьезно, товарищ судья? Это что, официальный матч, что ли? На МКС такого нет. Бля, просто на первых же минутах Газ попадает в перекладину. На! Ну ладно, справедливости ради, там Санька тоже чуть не намудрил с передачи. 1-1. Первые пять минут они нам отдали. Интересно, когда же вспомнили. Под Усанин или нет? Слушай, я думаю, нет. У нас пять замен есть. Мы же привыкли особо не меняться, поэтому я думаю, что все нормально будет. Чуть ли не первая такая затяжная была комбинация. Атака у Зоркова на ворота Амкала. Ничем не закончилось. Маврин в центре. Вася не видит, что слева много свободного места. Как он выцарапывает мяч и в итоге против него вернее он сам нарушает правила, потому что задержал мяч в ногах. Вася, бля, это читалось. Бля, ну быстрее надо было отдавать. Здесь, бля, не дадут. Одиннадцатая минута матча, Рома. И эта минута стала первой, когда Вася Маврин оказался в первом таком небольшом конфликте. Ставлю на желтый Васи. Двенадцатая минута. Амкал стал часто нарушать правила на своей половине поля. И вот подача. Фу, сейчас что-то чуть волнительнее стало. Мяч не у нас. Бля, уже десять минут сыграли. Охренеть, как будто только... Пиздец, как быстро время идет. Бля, здесь матч. Видишь, видишь, что, блядь, Саня неуверенность из боя очень большая. Он татуи маленький, но от него такая большая неуверенность. Ха-ха! Я готов! Саня Маменка! Эй! Эй! Саня Маменка! Здорово прошел по левому краю, но передачу в направлении Алексея Гасилина выполнить не сумел. Маврин сюда пришел, разворачивается. Он, на самом деле, немного провоцирует своих соперников, потому что понимает, он техничный, его точно ударят. Человеку больно, он его ударил. Да, удар по опорной ноге очень больно, незащищенное место. Ну, это чисто типичная история, почему я не люблю игры на результат. Потому что, ну, в целом, когда ты приезжаешь даже играть... Мы же не первый раз играем с профессиональными командами. Когда ты приезжаешь играть к профессионалам, и они чувствуют, что они, вопреки своему ожиданию, не могут, блядь, просто сразу, типа, там, обыграть, нахуй, во много мячей. К чему это приводит? Все правильно, к тому, что надо бить по ногам. Танца набрать мяч соперники, они просто порой попадают по месту, где только что был мяч. Вот и все. Но... У Васи другое мнение. Браков, он с мячом может и пробить. Именно это и происходит удар по воротам, и... Сумасшедший момент у Алексея Гасилина. Да, блядь! Ёб твою мать, блядь, гос! Да, блядь! Ёб твою мать, блядь, гос! Я тут просто молюсь за то, чтобы там был офсайд, чтобы это было не так страшно, смотреть на этот промах Леши Гасилина на добивании. Двамошенька, ну, блядь, родной. Ну, два, блядь. Ну, ладно, не, ну, там, блядь, все круто сделал, перекладина, без вопросов. Сначала подумал, что вообще 100% момент, там, его ошибка, но уже потом пересматривая, понял, что очень-очень удобный отскок от вратаря. Гас даже прыгал, и если бы мяч не крутился так, он бы коснулся мяча. Там уже неизвестного ворота нет. Но мяч сразу отсказал в сторону лицевой. Зорги в атаке левым флангом. Там хорошее забегание, готовится прострел. И классно, классно действует Эрик Товмасян. Я побил! Для меня главное играть и привести пользу команде. Там, где я нужен. Поэтому самое главное для команды. Здорово, Сенечка, сцепись, жирный. Мне кажется, ни в одной команде так, блядь, не тронят своих. Типа, давай, Луизы, вперед, жирный. Но сейчас пока более классическая расстановка. Удар по воротам Блата. Мяч отскакивает в район полукруга. И там отбор у футболистов Зоргова очень неплох. И продолжается атака. Выход вперед. И Мельниченко идет к воротам. Маметка, удар. Александр выручает. А ну, это лучший! Это стоя Маметка! Ну вот и Зоргий ответил тоже опасным моментом. Мельниченко убегал, но там Дрожук сплежался с ним. И, конечно, помешал. Я сразу сказал, что вытащил. Я сразу сказал, что вытащил. Пишите в чат. Потому что, блядь, потому что видно, что человек спокоен. Без нервов. Спокойно вышел и все. Перевод налево. Половина первого тайма. Все. Харшай подсказывает в чате команды. Но в данный момент надо успокоить. Не, я был уверен, что на гол мы точно уже наиграли. И что мы можем забить точно. У нас еще был, тем более, навал. План Б был. Который мы не воспользовались. Так что у нас все было бы хорошо. Я, в последний раз, я вас предупреждаю. Никаких жестов. Вот это не спортивное поведение. Оно не нужно. Вы договорились? Не надо. Выбегай, показывай. Просто первый по себе. Вопрос можно? Вопрос можно? Я задал один. Почему он не дает задать вопрос? Подавал-то вроде зона такая неопасная, блин. Типа, знаешь. Там не нужно в крайний выйти. Там все боя внулись. Ну, блядь. Но он подавал, вот отсюда. Не говоря, тормози, тормози. Потому что мы не успеваем туда, ребят. Молода завмурена туда. Мы маленько проебали, потому что у вас Олег выделился. Давай, давай, забьете сейчас. На момент реализовывать. Зорки одержал победу в гостях. Ой, как жестко сыграно. И еще одна желтая карточка. Так, думаешь, есть остановка? Знают они характер Васи? Ну, я думаю, что они просто лупят по ногам тому, кто больше с мячом. Поэтому Прокопу и Мавренке ставится больше всех. Ватин Филоса. Они вот за нами ходят и смотрят, да? А кто? Ну, вот этот судья резервный, чтобы мы, блядь, тут не устраивали свою клоунаду. Надо было нос взять клоунский и сидеть в нем. А можно по регламенту клоунском носик? Думаю, да. Михаил Прокопьев у мяча. Подача пошла туда, на дальнюю. Ну, здесь защитники первые. Эрик ставит корпус. Эрик Товмасян корпус ставит. Димитраза против него. Арбитр же на бровке подсказывает, что не надо тут руки выставлять. И получает по лицу. Ну, Товмасян просто не знал, что у него за спиной лицо чье-то. Кстати, обрати внимание, что штрафной в пользу Амкала. То есть нарушение правил было чуть раньше. Интересно. Да, чем-то отмахнулся Товмасян. Подача. Хороший навес. И неплохой удар. Да, блядь! Да, как есть ты сын. Да, блядь! В третий момент. В третий момент, блядь. Хоть одно должно сидеть здесь. Логвинов. Хороший проход по флангу. Подача. Вполне классическое завершение флангового прохода. И аут. Только теперь уже с другой стороны. В пользу Зоркова. Вот этого делать не надо. И арбитр тут же показывает желтую карточку. И второму тоже. Только второму тоже желтая. Москва играл в Красногорске. Сахалинец играет в Москве. Сибскана помогает прижать мяч к газону. Так легче разгонять атаки на правопередаче. Навес. Это в направлении Гасилина. Глазов удар! Стойка в руки вратарю. Вот это момент. Да, блядь! Это вообще езжа, блядь! Как так-то, но четвертый момент, блядь! Ну, в целом, пока все нормально, нормально. Моменты есть. Блядь, вот привести бы один момент до качественного ударом, потому что перекладины есть, вратаря били, мимо попали. Ну, что еще? Напомню, что Алексей мог открывать счет, но попал в перекладину. Это Левшук, перехватывает мяч великолепно у Логвинова, отбирает Арсений, тащит мяч под левой ногой и выбивает мяч у него из подхода. Блядь, да, хотелось, чтобы он левой попробовал щелкануть? У него же удар-то хороший, блядь! Ну, я имею в виду, по части длинных передач, выполняет угловые. У него очень непредсказуемый полет мяча. Именно потому, что он делает это нестандартно, я бы даже сказал, не технично. Подача! А это было как раз как надо, и Зоркий мог удваивать преимущество, Блад положил руки на спину. А Миша Прокоп в своем штрафной успел все-таки выбить мяч, если бы он этого не сделал, то 2-0 к концу первого тайма, и это могло уже означать серьезную проблему Амкала. Все, остановились, остановились. Его! Посмотри, если Арсений, например, остановился в развитии, несколько лет назад. Подача Логвинова. Как-то пытался сложиться, еще раз. Ну, с Блата почти футболку сняли. Так он тоже, просто это чуть-чуть укрыла камера. На радость его фанаткам. Удар, поворот. И туда! Блин, а что он передвигается-то, сука? Димит Радзе, сам решит. Все-таки на фланг. Здесь уже Левшук успел перекрыть подачу, и еще и сам здорово доборолся, правила не нарушают. Стык жесткий. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, наш мячом, блядь, наш мячом он прыгает. Желтая. Точно желтая? Точно желтая. Все делаете достаточно правильно, неплохо. Единственное, еще побыстрее мяч вытаскивает вперед. Хороший идет на Витю, там, допустим, он цепляется. Ну, надо Витя отложить так, чтобы игрок на ходу, в данном случае Тесения, отложил, ничуть неудобно, чуть назад. Он не успел. То есть, в ход тому, чтобы он туда продлил, мяч лучше в движении, чтобы на скорости принимали эти мячи. Ничего страшного не произошло. Надо сейчас выйти и забрать эту игру. Давайте, повысенее, повысенее. Давай, давайте. Тайма, насколько я понимаю, нет замены. Команды в тех же составах отправляются в приключение второго тайма. И в атаке желто-синяя команда из Красногорска. Удар, забирает мяч Моменко. Танечка там тащит. Если бы под левой, врал бы в ход, блядь. Это полный пиздец. Вот он, удар в правый нижний. Но здесь Александр Моменко на месте. Еще один шанс может быть сейчас. Зорки снова в атаке. Удар поворотом, перекладина, но... На 4-5-1 или 4-4-2 надо приходить просто. Коснулся ведь Моменко, по-моему, будет угловой. За минуту дважды Зорки чуть не забивает. В перерыве, кстати, сидел, думал, что есть такое, какое-то у меня... Ну вот не такой настрой, как на Бебеги был. Вот, то есть я не так был заряжен, как будто... Вот это, конечно, вообще просто парадокс, но почему-то вот так я себя ощущал. Выпил кофеину Дока, помогло. Как видите, помогло. Я пару раз выручил первым, ну, там, на 46-й минуте или на 47-й. А, все-таки Саня вытащил? Да. Очень жаль. Окружен всеми участниками сегодняшнего матча. Удар поворотом, еще удар. И дальше выбивают мяч. Футболисты Амкала Азорки подбирают его. Удар внешний. Еще удар. Мяч летит за пределы поля. Ёбанарот, блядь. Просто суматоха какая-то непонятная. Как это хаос. Победим. Хорош, видите, газ. Ой, это Мишкина. А это Мишина. Давай, Мишаня. Все, делай. Какой же момент важный. Итак, внимание, Левшук, удар поворотом. Ой, 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 ой. Да, Мука! Мою мать! Блядь! Переклатина. Второй раз уже у ворот Зоркова. Блядь, ну как так-то нахуй? Как нахуй, это крестовина ебучая. Это был мой лучший удар, мне кажется, со штрафного. Вообще, когда-либо. И если бы я забил, если бы я забил, все равно хейтеры, в том числе и Герман, и классический, и Закалер, и вот этих подъебов. Че, когда забьешь? Иди бей, пенальти лучше. Ай, блядь! Биздец! Ну сбили прям! Подставляет же корпус, еще и вновь охуярит, блядь. Биздец! Вы спрашиваете иногда важных матчей по телефону? Блядь, если честно, ну очень сильно отвлекает. Типа, знаешь, потому что иначе нервит. Слушай, я на финале против Тудроц в прошлом году просто в раздевалку уходил во втором тайме пару раз. Отбор. Левшук теряет мяч. Сейчас уже возвращается. Маврин его страхует. Нарушения не было. Прострял. Скидка под удар. Санечка, держись, Санечка. Бля, ну качели, качели. Сейчас будет интересно. Да это гол играем. Либо типа можно вставать и все, знаешь, либо, блядь, все-таки забить и потом побить. Очень нервный момент у ворота Амкала, но хладнокровно сыграл Моменко на первых минутах. Даже вообще первые полчаса казалось, что Саша очень переживает. Сторки во втором тайме серьезно прибавил. Ух, какая передача! Какая передача! Ой-ой-ой! И это круто! Да! Блядь! Да, блядь! Это гол! Да! Умнички! Умнички! Тихо, тихо, тихо. И я смотрю и вижу вот, ну, с периферическим зрением, то, что там газ один в один с защитником. И просто убираю под левую и... Ну, я просто планировал, чтобы он перелетел в защитника и так получилось. Всем говорю, что просто выносил. В тот самый момент вратарь отбивает и просто все в затмении вот так. Залетит, блядь, или нет? И он, сука, залетел! Да, блядь! Центр стволяции. И он тоже проходит очень быстро. Мельниченко. Мельниченко или Товмасен? Все-таки Мельниченко. Он проходит на лицевой прострел. И... Маврин! Пинайти! Нет, нет, нет. Пинайти, обрагай, сука. Пинайти! Пинайти, пока понище. Давай, давай, давай. Пинайти, пока понище. Заминки начинают делать, под устаем. Видно, что... Вот, например, посмотри сейчас, да, если не мать, посмотри, устал прям маменыч, блядь, напрямую. Второй тайм мы получше смотримся, чем первый. Намного. Ну начнем, начнем только, видишь, чуть-чуть. Да, да, да. Спасать свою команду не первый раз, красавец. Это Кузькин, он бежит 2 в 1, ну-ка, Кузькин тащит мяч, ходишь в ревную площадь, и момент, который гасит галкипер. Давай, двое, Мельничка, давай. Зам, блядь, 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 нормально, нормально, нормально. Неправильно принять решение. Нужно раз, еще один катнуть, и вторым бить в дальний. А я замешкался немного, и меня просто защитник спокойно догнал, и я немного неправильно, в общем, неправильно распорядился момент. Момент был вообще топовый, на самом деле. Желтую, желтую дай, желтую, здорово, Лиз. Да, да, молодец, не вторая? Не, 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 там другой, другой. Там дохуем в обувь сыграли. Сними руку Блаты, сейчас главное резь уже, и все. Не, ну ничего не надо, чуть-чуть. После таких слов обычный перелом, блядь, у меня так же, я так же думал, что ничего, а сейчас рука, нахуй, не сгибается. Несправедливая замена, дурацкая замена. Больше не хочу подвергать слов других, чтобы не было убедить. Это пизда, блядь, это красная, это железная красная, блядь. Я эмоций вообще не потратил в этом кубке, то есть так, чуть-чуть. А когда бежал радоваться, понимаете? Ну, типа, конечно, радовался, но не прям, что, знаешь, процентов 30. Да не, конечно, типа, много. Я еще раз повторюсь, мы сборы прошли сумасшедшие. Не, мы готовы. Еще с бейбеги оставалось много сил после матча, да, и нормально себя чувствуем, сейчас готовимся. Блядь, вот этот момент, пизда, блядь, просто, блядь, ты щеку, понял? Я щекой, короче, открываю щеку, и мне еле-еле в пятку попадает их чувак. У меня по центру оно выворачивалось, так обидно, блядь. Честно, не хватило опыта в играх вот с такими соперниками, типа, сильными очень, потому что, блядь, мы нихуя не слабее, вот честно. Просто вот ключевые эпизоды, и нам, типа, понял, не хватает вот этого скилла, хладнокровия. Который только что видел это падение своего коллеги по атаке Амкала, как ты думаешь? Алексей, а вот теперь что? А вот теперь что? Ну, 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 эээ! Блядь! Кидай нахуй, блядь! И че, вы угораете что ли? Блядь, он так принял охуенно! Чувак просто остался за спиной, блядь! Все, он остался перед воротами, блядь! Ну неужели Газ решил бы до сюда упасть? Нет, конечно нет! Блядь! 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 Стоим на угловом, они все стоят на ближнем штамме, ко мне подходит самый момент, когда говорят, я не вижу мяч, зайдите с ним немножко, пожалуйста. Да, клянусь! 87-ая минута, два футболиста в стенке! Важнейший момент! Подача! И... Маменко, Александр Маменко! Хороший! Ваня, блядь! Маменыч нахуй! Артист, блядь! Чем выше уровень орбиты... Я ебал! Пиздец! Четыре минуты! Четыре минуты! Итак, замена Герман Попков выходит на поле. Основатель, создатель Амкала Герман Попков вместо Баси Маврина. Итак, последняя атака, очевидно, в этом матче. Или нет? Нет, все! Даже аут не дали вбросить, поэтому нас ждет серия пенальти. Ну, проход делали еще кто-нибудь. Сейчас, надо узнать, нам можно здесь ставить? Первый Гера, потом ГАЗ, третий Чушь, четвертый у нас ты и Сеня замыкает. Давайте, пацаны, я в каждого из вас верю! Давай! Шоу здесь уже. Не ждали, да, бляд? Итак, первый удар в этой серии пенальти, 1-0. Хорош, хорош, Санька, хорош. ИHNЭТ УДАР, 1-1. ХОРОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Secretary Веселее жить и работать. Удар, точно. Давай, 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 давай. Компинтировал один матч, скоро поработает еще. Гасилин, не забивает газ. Ничего, ничего, газ, нормально. Посмотрим, что дальше. Ферапотов, удар, точно в угол. Никаких шансов для Александра Маменка, который на этот раз нырнул влево от себя. Антон Чижой. Аккуратно покатил. О, нормально. Одна из самых знаменитых футбольных фамилий Деви Традзе. Это о нем было. Удар, точно в угол. И вот теперь удар, который может стать решающим. Хорош, хорош. Девушки отдыхают. АРМАР! СОПНЯТЬ! КОНЕЦ за Whose СМЕСКИ! Девушки отдыхают. АРМАР! 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 Арсений Левшук Арсений Левшук сейчас может сравнять счет в серии Арсений Левшук забивает 4-4 4-4 И теперь до промаха Керимов тоже только что вышел на замену Против него Моменко 1 Бьет И Маев разбегается, бьет и попадает Не самая сложная задача и он с ней справляется Опять упал! Опять упал! Опять упал! Опять упал! Опять упал! Бил в праве по любому году На нож! На нож! На нож! На нож! На нож! Автор голевой передачи Оновича бьет левой ногой И чуть-чуть не хватает Александру Моменко Чтобы достать Удар и точно Тэкул Удар! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БРЯМ ГАЛЛАТИМЕНТЫ БРЯМ ГАЛЛАТА АВЫ НЕТВЯМ了 БРЯМ ГАЛЛАТ АВЫ НЕТВЯМ АВЫ НЕТВЯМ АВЫ НЕТВЯМ АВЫ НЕТВЯМ АВЫ НЕТВЯМ Dieputsch'y mwirash'ki Устал, бля, бегать, бля, ты мой сладкий, бля, сошка! Слушай, ну, бля, это маленькая Лига Чемпионов для нас в итоге получилась. Хотелось показать всем тем, кто в нас не верил и говорил, что Амкау – это команда клоунов, Амкау не умеет играть на результат, Амкау недостоин, чтобы вообще там куда-то заявляли, звали и так далее. Мы выбили из Кубка России профессиональную команду. В финансе я говорю, Газ, бля, я пиздано мимо отвечаю. Он тебе говорю, чувак, ну я типа хуёво ударю инфосот. Он говорит, я тебе клянусь, сегодня сама вселенная, всё, ты это создал, оно всосётся, я тебе клянусь. Ебать, оно всосалось, это просто пизда, блядь. Это мой сотый матч замкал. Он потому что отнял мне Центавр и Арс, сказал, сегодня сотая. Спасибо большое за матч, было очень круто, правда. Ну, бля, сегодня мы были сильнее, было куча моментов, но забили... Но был один момент, блядь! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать эту историю, потому что мы её проживаем вместе с вами, благодаря вашей поддержке, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok